В чем ваша история? С какого момента она началась? Вот именно украинская история. Именно украинская история, с чего началась? С периода России началась. С Владимира Ярослава. В принципе, с периода России уже началась. А Владимир вообще, Владимир откуда у вас взялся? Можно узнать? Владимир откуда взялся? Владимир был боярский князь. Откуда он пришел? Можете уточнить? Значит, смотрите, есть повесть временных лет, и там пишется, что сначала по легенде были, значит, ки, щеки, хориусы, старых неолибий. Не-не-не, мне легенда неинтересная. Секундочку, мы же с вами не про легенды. Мы с вами про легенды и разговариваем. Нет, на самом деле. За Игоря, как уже известного реального персонажа, вояга, который собирал дань, погиб. Потом его сын Святослав тоже как раз таки изображается, похожий очень сильно по внешности на казака. И потом уже Владимир, его уже сын, встает, там, впоследствии борьбы с братьями, встает князям Киева. А до этого он сидит наместником в Новгороде. Вот как появился Владимир. Наместником он сидел. А что значит наместником? Наместником кого он сидел? Наместником Новгорода сидел. Были наместники Ростова, Ростова, Куждоля, там, всяких вот этих городов. Так. А наместником-то что значит наместником? То есть его кто туда посадил? На это место? Его туда посадил Святослав, его отец, великий князь Киевский. Также садил и Владимир Ярослава, того, что мудрый называется. Также садил наместником сначала в Ростове, а потом он в Новгород перешел. Тоже был наместником. А на тот момент, когда Владимир был в Новгороде князем, его отец был жив или уже нет? Ну, когда он был наместником, его отец был жив. Потом, раз таки, по старшинству должен был стать князем, там, были братья. По старшинству должен был стать князем самый старший брат, собственно. Но никто этого с других братьев не хотел признавать. И поэтому началась борьба между... Братоубийственной войной, которая там буквально чуть ли не 10 лет шла. И вследствие чего только как раз таки потом, в конце, Владимир три года был вообще у этих воягов. Собирал войско и вследствие чего он пришел и все-таки захватил Киев. То есть Владимир, он пришел с Новгорода, да получается? Ну, он пришел как бы с вот этой Норвегии, там, Швеции, с этих, на Новгород захватил, а потом после Новгорода пошел на Киев. Потому что его выгнал. Он убежал, он убежал на три года с Руси, в принципе. Так, ну ладно, хорошо. Тут у вас, конечно, каша небольшая. Ну ладно, я не буду сейчас... Скажите, пожалуйста, в каком году крестили Русь? В 988-м. В 988-м. После чего? Какое событие было до этого? Слушайте, я у вас еще экзамен буду, у вас это со мной сдавать. Не, я хочу поднять ваши знания. Зачем крестили Русь, после какого события крестили Русь? Что стало причиной крещения именно в этом году? Именно в этом году? Да. Понятия не имею. Не имеете. Ну так почему вы говорите за кашу? Это у вас каша в голове. Надо вам получить историю, почитать книжки и потом рассказывать про кашу. Да, да, да. Это мой совет вам на будущее. А какое? Хорошо. Вы же, секундочку, вы же хотели повысить мои знания, так повышайте. Что? Что там были за события? Я вам сказал. Нет, вы говорите, я хотел повысить ваши знания, это ваши слова. Значит, повышайте мои знания. Какие были события, которые предъявили? Не говорите. Я понимаю, что московиту свойственно брать на каждом слове. Но не говорите в данном случае, потому что еще секунду... Вот это вот не надо набросать. Не надо набросать говна на вентилятор по поводу московитов, там врут на каждом слове и так далее. Вы сказали, я хочу... Понимаете, это еще про вас писал еще в 16 веке не один путешественник, который побывал в Москве. Он писал, что этот народ до такой степени уживый. И вот как раз таки Якоб Ульфельд, может, знаете такого человека? Вот это данский данский дипломат, который побывал в Москве. И он говорит, что местный люд просто максимально ужасный. Насколько ужет на каждом шагу. Вот цитирую его, значит, с работы. Что же еще можно сказать? Эти люди до такой степени уживы и далекие от стез истины, что им нельзя давать никакой веры. Они не держат слово, они считают позором его гать, обманывать и красть. Вот. Это в его работе. 16 век. Так что я ничего от себя не говорю. Я все на историков посылаюсь, на какие-то работы. У вас это авторитет? Да. Я так понял, что вы хотите разговаривать, какие-то цитаты и так далее? Да. То есть вы не хотите разговаривать, вы хотите вещи. Как радио получается, да? Не, я не балабол, понимаете? Вот летит от вас, я не балабол. Поэтому документы на собственную кашу в голове. Так что это разные. Между нами есть разные, скажем так, уровни у нас. Вы знаете, в чем разница? Вы знаете, в чем? Вы знаете, в чем разница? Разница в том, что я сейчас иду просто по улице, да? А вы сидите через компьютер, да? У вас там уже заготовлены цитаты и так далее. Вот в этом все разницы. Да, откуда я про эти цитаты знаю? Откуда я про эти цитаты знаю? Откуда я знаю, где их брать и дальше? Откуда? Да, да, да. Ну, потому что это не сложно сейчас, на самом деле. Google в помощь называется. Google в помощь. Вы можете сказать, что про вас говорили в 16-17 веке? Вы можете сходу сейчас сказать, что про вас писал Сигизмун Герберштейн, или Якоб Ульфельд, или Альберт Шлихтин, или Йенна Рихпонштанден, или еще, может, большинство, там, Антонио Пассивини. Вы хоть знаете эти имена, в принципе, чтобы можно их загуглить, собственно? Нет, не знаете. Вы эти фамилии, молодой человек. Никакого отношения к истории вы не имеете. Ладно, слушайте. Да. Я не историк однозначно, получается. Да, вообще никак. Но, если бы я сейчас задался целью, я бы очень несложно нагуглил такие цитаты про вашу натуру и украинцу. Хорошо, нагуглите. Скажите, когда Москва появилась? Когда Москва появилась? Слушайте, в 1300 каком-то году, или в 1100 как, я не помню. Вы даже элементарно не знаете. Про что с вами говорите? Мне эти даты, на самом деле, что они мне эти даты дадут, получается? Слушайте историю для начала, а потом говорите за то, что там каша в голове. Украинская история, еще раз вам повторю, начинается с периода Руси. Это все относится к нашей истории как территориально, так и, в принципе, по наследству. Мы видим, что какие-то там знаки, гербы и так дальше мы взяли от Руси, и язык, который был в Киеве, живой язык, не литературный, а живой. Было два языка, на котором говорили, на котором писали. И вот на том, что говорили, он как раз таки относится к первым зародкам как раз таки украинского языка. Там есть все правила вот эти, которые присутствуют на граффити Софии Киевской. Мы можем увидеть главные отличительные черта. Это Кличный ведминок, Петра, Василька и так дальше. Также мы можем посмотреть на то, какая вообще была внешность вот этих князей, как они себя показывали на мировой арене. Мы можем посмотреть монеты, пломбы и так дальше всех вот этих князей, увидеть, что в них внешность более-менее, скажем так, относится к казацкой. То есть даже описание Святослава, того, что ходил в походы постоянно, его византийский лев диакон, историк византийский, описывал как с обритой головой, с чубом, с серьгой в ухе, ну, в общем, одежда там светлая и так дальше. Его сын Владимир, также мы видим, у него есть уса долгие, у него есть такая внешность, ну, европейская безбородая, и так на всех монетах фактически. Нет у него никакой бороды вообще, в принципе, нет такой традиции. Ярослав Мудрый тоже самое, то есть вот множество факторов, которые относят как раз-таки нас, ну, самый главный фактор, это все-таки территория, потому что вот там народ, который живет на одной территории, типа, более-менее, типа, они смешиваются так дальше, он относится к этой истории фактически напрямую. Поэтому московит, который живет в какой-то Москве, там не знает даже, когда он появился на свет, надсмеиваться на нашу историю, он просто выглядит жалко, как минимум, нечего с ним общаться. Если понравилось видео, то не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а также за возможность поддерживать меня на Patreon или реквизиты, что находятся в описании под видео. Дякую. Слава Украине! ПОДПИШИСЬ!